В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно, знать о жилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске. Идеальному ТСЖ любые проблемы по плечу. Программа «Кто в доме хозяин?» в этом смогла убедиться. Пять лет назад коммунальщики Новокуйбышевска начали оптимизацию сбора твердых бытовых отходов. Мы расскажем о полезном опыте города-спутника Самары. В Самаре объявили беспощадную войну Амброзии. Победить аллергенную траву – такую задачу перед коммунальщиками областного центра поставило руководство региона. К сожалению, далеко не везде в Самаре сорняк выкашивается должным образом. Разговор об этом шел на традиционной планерке в департаменте ЖКХ администрации городского округа. Это управляющие компании по своей территории ножками должны пройти и выкосить эту траву. Район, там, где не закрепленная территория, там, где она сегодня произрастает. Выкосить эту траву и дать подробную информацию. Говоря о низком качестве коммунальных услуг, все сразу вспоминают о тепле, воде и канализации. Но и о проблемах, связанных со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов, забывать не стоит. Ведь зачастую контейнерные площадки превращаются в рассадники грязи и антисанитарии. Пять лет назад коммунальщики Новокуйбышска начали решать эту проблему. О полезном опыте города-спутника Самары в нашем следующем сюжете. В любом городе, каким бы красивым и нарядным с виду он не был, существуют коммунальные проблемы. Ключевая, наверное, сбора и утилизация бытовых отходов. Особенно, если речь идет о современных условиях, когда упаковка от товара порой занимает значительно больше места, чем сам товар. Забастовки мусорщиков в Неаполе и Бейруте моментально превращают эти южные города-курорты в отвратительные зловонные свалки. Несколько лет назад проблемой сбора, вывоза и утилизации мусора вплотную занялись коммунальщики Новокуйбышска. Контейнеры заглубленные мы начали в городе ставить с 2010 года. А идея пришла в связи с тем, что, во-первых, на тот момент до 2010 года в городском округе Новокуйбышск контейнеры-площадки были оснащены контейнерами металлическими 0,75 куба, из которых, во-первых, мусор разлетался во все стороны, во-вторых, помогали растаскивать птицы, животные и ряд личностей по округе, этот весь мусор, это раз. Во-вторых, они периодически приходили в негодность, гнили и прочее, их также надо было менять. Да и парк спецтехники, обслуживающий в тот момент город, оставлял желать лучшего. Городская власть решила комплексно подойти к процессу оптимизации сбора мусора. Плюсы от нового способа оказались очевидны. Мы изучили опыт соседних регионов, скажем так, даже соседних стран, в том числе финляндский опыт, опыт Подмосковья, и нашли технологию, скажем так, заглубленных контейнеров этих. Собственно говоря, чем эта технология нас привлекла? Во-первых, как я уже говорил, исключен был фактор растаскивания мусора животными, это раз. Во-вторых, объем мусорных контейнеров, которые мы на первом этапе устанавливали 5 кубов, да, если пересчитать на 0,75 кубов, то есть один контейнер, это заглубленный, заменяет порядка там, не знаю, 6-7 контейнеров, да. То есть таким образом мы сокращали территорию, занятую под мусорной площадкой на внутридомовых территориях. Кроме того, мы, нам не надо было 8-10 контейнеров, мы ставили два заглубленных, которые объемом были еще больше. Соответственно, мы сокращали таким образом периодичность вывоза мусора с этой территории, и что положительно, конечно, влияло на организацию вывоза. Избавляться от надоевших металлических бачков и переносить контейнерные площадки под землю в Новокуйбышске начали 5 лет назад. Первый год переоборудовали 35 точек сбора мусора. Параллельно приобрели две спецмашины. В 2012 году переоборудовали еще 35 площадок и приобрели еще одну машину. Они практически заменили собой 5-6 устаревших машин, которые осуществляли постоянный вывоз. То есть, таким образом сократились затраты организации, осуществляющей вывоз мусора на вывоз. Это надо было делать не так часто, то есть, ну, довольно-таки удобно. Плюс ко всему, контейнер заглубленный, соответственно, температура земли, она ниже, все находится под землей, то есть гниение происходит не так интенсивно, что, опять же, меньше запахов и прочих неудобств для жителей. Монтаж площадок и закупка спецтехники осуществлялись за счет средств муниципального бюджета. В результате грамотных вложений в коммунальную инфраструктуру выиграли жители города. Ведь оптимизация расходов на вывоз мусора помогла сдержать рост тарифов на этот вид коммунальных услуг. Добавьте к этому чистые дворы, отсутствие бродячих собак и неприятных запахов, и картина станет полной. Представители местной управляющей компании по-своему оценили положительные моменты реформы, произведенной в рамках одного города. Дворников становится меньше, для обслуживающей организации это намного проще. То есть, или у вас стоят 5-кубовый один контейнер заглубленный, или 7 контейнеров 0,75 металлические, которые действительно горят, выглядят неприглядно. Но мы практически на нашем фонде от них избавились. У нас всего 2 точки. Сама площадка выглядит более эстетично. И, естественно, нам проще работать с самим дворником. Вот это одно из главных преимуществ. И по мусору. То есть, отходы как бы у нас стараемся мы разделять. То есть, у нас есть на каждой контейнерной площадке стоит крупногабаритный контейнер. Это было внедрено лодочке, это евросбор уже идет. Но мы только за. У местных жителей на ситуацию своя точка зрения. Порядка стало больше. В каком смысле порядка больше? Ни мышей, ни крыс, ни кошек, ни собак. И люди перестали меньше рыться в мусорке, чтобы как-то себя заражать и других не заражать. Потому что это все-таки антисанитария была. А теперь нет такой возможности. Она исключена. То есть, там, во-первых, постоянно регулярно вывозят. А мне, как жителю, очень удобно. Я вышел, спокойно подошел, без грязи, без всего. И, значит, выбросил свой мусор. Ну и все. Вот это вот удобство основное. Ни запаху нет никаких. А то ведь и запах был, и гарит, поджигали. А это все отсутствует после решения этого вопроса. Остается надеяться, что со временем положительный опыт, накопленный новокуйбышскими коммунальщиками, получит в регионе распространение. Ведь с его помощью можно сделать двор не просто радикально чистым, но и заодно экологичнее и эстетичнее. Идеальное товарищество собственников жилья – коллектив единомышленников. Общими усилиями жильцы могут решить практически любую коммунальную проблему. Пример в нашем следующем сюжете. За время своего существования программа «Кто в доме хозяин» успела побывать во многих домах региона. Но такое редко где встретишь. Перед посадом разбита целая роща. Встроенные березы, пышная сирень, узорчатые клёны – все это высажено руками членов товарищества собственников жилья. Евгений Сапко, значит, посадил вот эти деревья. А туда дальше, значит, тоже по этой стороне у нас, это жилец нашего ТСЖ, вот Кузнецов Николай Иванович, вместе со своими тоже жильцами по подъезду, он старше у нас по подъезду, вот организовали, разбили вот эту территорию, посадили, благоустроили вот эти зелёные насаждения и за ними ухаживают. ТСЖ «Орбита» организовалась в 2004 году. В его состав входит три дома на улице Александра Матросова. За 11 лет здесь сменилось четыре председателя. Нынешнему Ольге Борисовне Пополой, избранному на этот бот в 2011 году, пришлось столкнуться с серьёзной проблемой. За 11 лет начало выходить из строя некоторой коммуникации. Поэтому вот мы когда пришли, мы начали, в общем-то, заниматься заменой коммуникации. То есть подвальные, канализацию мы меняли. То есть у нас пришли в негодность и стояки отоплений, канализационные стояки. Также, в общем-то, у нас сложилась, будем говорить, такая неблагоприятная ситуация с тем, что, в общем-то, у нас стали выходить из строя котлы. Потому что на нашем балансе наша котельная. Котельная, которая, в общем-то, большая и обслуживает четыре дома. У нас, в общем-то, на наше, будем говорить, правление, пришлось заменить все три котла в котельной. И плюс такая большая работа по замене дымовой трубы. То есть и все вот эти затраты, все эти затраты легли на плечи наших жильцов. Казалось бы, котельная для ТСЖ актив непрофильный. Но когда срок эксплуатации отопительных приборов истек, и товарищству предложили от котельной избавиться, передав ее на баланс города, жильцы отказались. У нас стали выходить из строя, и стал, в общем, вопрос, который был вынесен на собрание жильцов. Отдать котельную в управляющую компанию с концами, то есть или восстанавливать эту котельную самим. И собрание решило, что котельную мы будем восстанавливать сами. Отдать это всегда можно, как говорится. Но жильцы, вот, например, мы все, я тоже здесь проживаю, то есть я и управляющая здесь проживаю. То есть я могу сказать, и как жилец, то есть я с 2001 года тоже здесь проживаю. То есть если, например, жильцы другие, у которых, например, нет котельной, то есть они страдают, например, то на два месяца отключения бывает отопления, или еще как-то, то у нас этого нет. То есть мы всегда, практически всегда находимся с горячей водой и с отоплением. То есть вот уже похолодает у нас в сентябре месяце где-то, то есть мы даем раньше всех отопление. То есть у нас жильцы всегда в тепле и с горячей водой. Это большой плюс. Процесс замены котлов ТСЖ «Орбита» начался в 2011 году. И мы решили на собрание, что мы собираем, вот, например, решили в этом году поменять котел, и мы целенаправленно собираем деньги на замену котла. То есть мы в один год собрали деньги и заменили этот котел. Вот. Ну, то есть вот в пределах, в общем-то, трех миллионов у нас выходит замена каждого котла. Вот считайте, три котла мы заменили, это получается где-то около, ну, восьми миллионов мы потратили. Плюс, что у нас получилось, что прогорела дымовая труба, и в 2012 году, да, Светлана Вячеславовна? Да, в 2013 году. В 2013 году мы заменили дымовую трубу, то есть она у нас стала тоже 2,5 миллиона. То есть 10 миллионов, около 10 миллионов мы собрали денежных средств, на замену полностью реконструировали нашу котельную. К нынешнему отопительному сезону товарищество подойдет во всеоружии. Но как, спросит зритель, удалось добиться от жильцов почти шести сотен квартир, единство в таком серьезном вопросе, как сбор денег на котельную. Для этого правлению товарищества «Орбита» пришлось проделать колоссальную разъяснительную работу. Просто нужно знать жильцов, и надо их сплачивать. Не так вот пришли они, закрылись, каждой своей квартиры нет. Вечерами порой какие-то у нас вот назрели вопросы, которые нужно решить. Вечерами мы идем, проходим по квартирам, или, например, обзваниваем каждый, например, этаж. Они выходят, и какие-то вопросы вот мы с ним проговариваем. И следующий. И то есть вот люди как-то взаимодействуют между собой, как-то зная это. И в общем вот, ну вот стараемся как-то их вместе сплотить все-таки, чтобы люди, жильцы, не были разродены. В сплоченности жильцов мы убедились, зайдя в один из подъездов. Многие жильцы здесь живут издавна. То есть в лет 15 мы, наверное, живем, как вот дом сдался. Вот лично я вот с первых копней, как вот здесь, с первых трепетий. То есть многие здесь мы соседи, дружим. Естественно понимают, что хорошо это, хорошо это наш дом. Рассказать хотим о положительном опыте товарища собственников жилья. Какие-то потрясающие люди, работы их, у жильцов настроение вот такое, чистота, порядок. Один словом, молодцы. Сказать кладово ничего не могу, только все хорошее, хорошее. Теперь в товарищстве понимают, собственник жилья имеет не только права, но и обязанности. И главная обязанность содержать общее имущество в порядке. А с пониманием этого появляется желание сделать общую жизнь комфортнее. Отсюда и цветочки в импровизированных клумбах, и детская площадка, и даже целая роща перед фасадом. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольны работой ТСЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова